В 1984 году, когда на советском телевидении гремел этот хит Валерия Леонтьева, Ямбургское месторождение только начинало обустраиваться. Здесь и дорог-то не было, а уж светофоры и вовсе появились гораздо позже. Их и сейчас немного. Всего три перекрестка в вахтовом поселке оборудованы сигнальными фонарями. Соблюдать очередность движения на перекрестках, руководствуясь сигналами светофора, ямбургцы начали в 2014 году. Ровно через 100 лет, как это впервые сделали жители Кливленда. Именно в этом американском городе 5 августа 1914 года заработал двухглазый предшественник современных устройств, регулирующих движение на дорогах. В Ямбурге три светофорных объекта. Расположены они на перекрестках автовокзал-пожарная часть, ГТС-72 УТТ-СТ и на пересечении дорог в районе второго жилого модуля. Данные перекрестки были выбраны по одной простой причине, потому что в пиковые нагрузки, особенно в утреннее и вечернее время, здесь очень большое движение транспортных средств и пешеходов. И нужно было регулировать, соответственно, потоки. Полномочия сотрудников Управления технологического транспорта и специальной техники «Газпромдобычи Ямбург» на контроль за соблюдением правил дорожного движения пешеходами не распространяются. Но профилактическая работа совместно с ГИБДД в этом направлении периодически проводится. На данных перекрестках мы стоим вместе с работниками госавтоинспекции, выявляем, соответственно, оформляем, помогаем им. В 2020 году каждое четвертое ДТП в России – это наезд на пешеходов. Не всегда самые уязвимые участники дорожного движения были виновниками. Но в некоторых случаях, будь они внимательнее и аккуратнее, трагедии можно было бы избежать. В любом случае, когда пешеход переходит в проезжую часть, даже на разрешающуюся сцену светофора, нужно убедиться в безопасности этого маневра, так скажем, перехода. Потому что бывают случаи, что водитель транспортного средства не успевает остановиться. Правила дорожного движения – это не только про закон о послушании и безопасность. Это еще и про взаимное уважение. Кстати, на первых светофорах для пешеходов, которые появились в СССР в 60-х годах прошлого века, были не привычные нам человечки, а уважительное обращение – стойте и идите. Нелли Харудинова, Денис Курдаков из поселка Трех светофоров.